Всем привет! В этом видео буду делиться с вами читательскими планами, тем, что я успела прочитать, тем, как у меня идёт мой список осенних книжек, что я хочу успеть прочитать до нового года, и погнали! Начну с того, что с осенним списком всё намного лучше, чем я предполагала. Я хорошо понимаю, что, скорее всего, каменные клёны в этом году я уже не успею прочитать. Книжки Лены Элтонг требуют от меня запаса времени и запаса энергии, потому что они достаточно сложные, и их не прочитаешь за два вечера, слишком уж они такие вот погружающие в себя. В остальном я успела прочитать из тех книг три и половину «Молчание» Дженнифер МакМахон, и с «Молчанием» всё достаточно странно, потому что у меня есть мнение, что, скорее всего, я её дочитывать не буду. Она слишком скучная, она слишком не цепляет меня, и от неё ощущение, что ты читаешь, и как будто бы ты просто тупо жуёшь картон, и мне не хочется продолжать её читать. Если в «Людях зимы» у МакМахон, собственно, из-за чего «Молчание»-то у меня и появилось, я сначала прочитала «Людей зимы», мне они очень понравились, я поставила себе галочку напротив имени автора, что если вдруг мне захочется массовой литературы с хорошей долей мистики, с какими-то интересными мотивами, можно будет взять МакМахон. Вышло «Молчание» удивительным образом, оно у меня появилось, там была своя история, и я хотела её читать осенью. Начала и поняла, что меня бесит герои, меня бесит интерпретация, точнее, отсутствие интерпретации сказочных мотивов, которые были в «Людях зимы», меня бесит отсутствие конфликта, точнее, конфликт там есть, он буквально высосан из пальца, всё слишком просто, всё слишком банально, и ощущение такое, что, ну, как бы написана эта книга совсем не для меня, так что я решила, что пока что она лежит на полке, и я думаю, что с ней делать. Я, честно говоря, привыкла читать разные вещи, иногда я читаю то, с чего я откровенно фоиспалмлю, иногда я читаю что-то через силу, потому что мне это нужно прочитать, но в этом случае мне действительно не хочется тратить время. Редко говорю про тратить время, в случае с МакМахон сейчас оказалось, что я действительно ловлю себя на том, что я просто тупо в никуда сливаю своё время, хотя могла бы читать что-то более интересное. С Рамфантой я хотя бы бомблю, и это забавно, у меня рождаются какие-то шутки, у меня рождаются какие-то идеи свои собственные, а здесь от книжки такая пустота в голове, что, наверное, хорош. Остальные книги, по большей части, это то, что я начинала читать в марафонах в духе 50 страниц, я подготовила целую стопочку, мне хочется закрыть эти гештальты до Нового года, поделюсь с вами тем, что я напланировала, и буду вам постепенно рассказывать, как что идёт. А Наташа Кокарева круг замкнулся, читала летом в марафоне, в целом понравилась, хотя у книги настолько мягкая динамика, что в тот момент я не захотела её дочитывать. Здесь фэнтезийный мир, в котором есть лесное общество, люди, которые живут в лесу, магия и всё остальное, и похожие на европейскую цивилизацию общества с религиозным уклоном, которые строят храмы, и эти храмы должны быть построены в лесу, где как раз живут эти вот товарищи. Немного наивно приятная такая штука, персонажи молодые, то есть это ближе к Ян Гэдлту, и очень хорошо написана, очень плавно, очень нежно, очень лиричная книжка. Посмотрим, как будет развиваться сюжет, посмотрим, какое будет раскрытие у персонажей. Хочу до конца года дочитать. Моя леди Джейн, переосмысление истории Джейн Грей, короля Эдуарда с магической составляющей. Сейчас вышло продолжение серии «Моя скромница Джейн», и с этой книгой всё замечательно, она ироничная, она классная. Кроме одного, как оказалось, там очень серьёзно накосячили с переводом. Скорее всего, большинство из вас этого не заметит, потому что за увлекательным сюжетом периодически забиваешь на какие-то корректорские, редакторские ошибки. Но мои знакомые, которые читали книгу в оригинале и которые владеют английским, они говорили, что здесь есть куски отсебятины, которых не было в оригинальном тексте, которые добавил сам переводчик, и есть просто моменты, переведённые странновато. Когда фраза вроде как означает одно, у неё одно значение, один оттенок, переводчик переводит её далековато от того, что она значит в оригинале. Тем не менее, книга очень классная, она как раз-таки то самое, что мне хотелось бы читать в нашем романтическом фэнтези, она то самое, что мне хотелось бы читать как женскую литературу, ироничная, восхитительно харизматичные герои, и классный сюжет. Очень напоминает штуки вроде фильмов фэнтезийных с иронией к жанру, такие как Галавант или Десятое Королевство, если любите такие вещи, обратите внимание. А ещё там есть принц-конь. Для тех, кто знает, шутка контекстная. Мой год отдыха и релакса, тоже я прекрастинировала чтение, прочитала я ещё в электронном виде примерно половину книги, потом попросила её у издательства, и на том всё остановилось. В этой книге главная героиня страдает депрессией и уходит на целый год в такой полусон от лекарств, которые она принимает, выпрашивая их у своего терапевта. И с одной стороны, мне было очень классно понимать, что описание депрессивных эпизодов здесь просто идеально, 10 из 10. Это всё действительно так, как есть, но в какой-то момент книга начала меня очень сильно грузить. Я её отложила, вот видите, какая я последовательная, да? Да, книга меня очень сильно грузила, поэтому я буду читать её в конце года, в самое тёмное мрачное время, когда самое оно проваливается в депрессию в очередной раз. Видимо, мне просто хочется её к себе так вот приложить и словить то самое чувство. Прочитаю, расскажу. То, что я в ней прочитала, мне в целом понравилось именно вот этой вот достоверностью, сдобренной иронией по отношению к самой себе и каким-то пониманием. У меня от книги было ощущение, что я общаюсь с человеком, который пережил тот же опыт, который в какой-то момент переживала я, и мы просто такие, блин, жиза. Вот. А сейчас что у меня ещё осталось? Всё из того же марафона. Эхо, детская книжка с интерпретациями мрачных германских сказок, события происходят во время Второй мировой войны, и книга Оли Миклашевской «Люди под кожей». Она, кстати, у меня записана в моём... У меня есть список книг, которые я должна была прочитать осенью. Там как раз-таки вот этот вот мой осенний список, и я постепенно добавляла какие-то ещё книги, которые я вспоминала, которые тоже с осенней атмосферой, и вот эта книга там тоже есть. В том же списке у меня есть «Кельские сумерки ейца». Это книга, которую я читала всегда отрывками, из которой я читала какие-то отдельные выдержки, когда мне нужно было искать материал по мифологии. «Кельские сумерки». У меня здесь на самом деле три произведения. Здесь сами по себе «Кельские сумерки», здесь «Сокровенные розы» и «История о рыжемах Андрохане». Это проза у Ильи Моейца, и как бы по сути это либо записанные ирландские легенды, сказания, сказки и весь вот этот вот пласт фольклора, либо это переосмысленный фольклор и истории, написанные по его мотиву. Читать её немножко сложновато, потому что те же самые «Кельские сумерки», они очень напоминают путевые заметки этнографа, ещё не совсем систематизированные, написанные не для того, чтобы вы читали замечательные истории, а скорее, чтобы запомнить то, что рассказывают. Но меня очень вдохновляет сам по себе Йейтс, меня очень вдохновляют его стихи, и его проза вдохновляет меня не меньше, так что я надеюсь, наконец-таки, их прочитать целиком и полностью и закрыть этот гештайн. Лежат у меня две библиотечные книжки, это Кейт Аткинсон «Преступление прошлого», это детектив, который мне советовала анализ, и я начала его читать, помнила, что мне нравилось, там как раз всё вот это вот английское, с семейными тайнами, со всем остальным, но чё-то меня не хватило на него, надеюсь, что теперь хватит. То, как пишет Аткинсон, мне очень понравилось. И ещё лежит у меня книга Джей Харрис, не путайте с Джоан Харрис, «Наблюдение или любые приказы госпожи». Очень странно, я на неё наткнулась, это книга, написанная от лица служанки, простой девицы, очень простой девицы, очень грубой местами девицы, которая поступает на услужение к даме более высокого статуса, и здесь рассказывается жизнь глазами этой самой служанки. Я начала читать эту книгу тоже на работе, поняла, что по первому абзацу, по первым страницам и главам она меня очень захватила, и в итоге мне захотелось её прочитать целиком. Никогда бы, честно говоря, не наткнулась, если бы действительно не случайность, то, что ты берёшь книжку, открываешь, видишь и думаешь, «Вау, клёво, я хочу это почитать». Ещё одна вещь, которую я планирую дочитать, это мой долг по книжному клубу, а у меня там ещё в долгах новая луна, у которой у меня 60 страничек, которые я берегу и берегу, и мне вот прям вот страшно их дочитывать, но с ней мы как-нибудь разберёмся. А здесь мне нужна мотивация, потому что эта книга не настолько моя, как книга Макдональда. Это книга Джемисин, пятое время года, постапокалипсис, антиутопия, немного фэнтези, немного фантастики, немного феминизма, немного всего разного. Штука интересная со своим миром, но в какой-то момент я в ней настолько увязла, что пришла обсуждать её, прочитав, ну, кажется, вот там что-то чуть больше половины. Тем не менее, мне хочется её дочитать, хочется рассказать вам о том, что там под обложкой скрывается, потому что в целом она достаточно интересная, и мне кажется, что свой читатель у неё обязательно найдётся. Это не все планы. На самом деле у меня есть ещё кое-что, что я должна читать до Нового года, но это, наверное, то, что мне хотелось бы выделить, то, что мне хотелось бы показать вам, чтобы замотивировать саму себя, и будем закрывать гештальты. Буду отчитывать вам и рассказывать, какой у меня прогресс по всему этому делу, и если вы тоже хотите дочитать до Нового года что-то, на что вам нужна мотивация, напишите мне об этом в комментарии, что у вас есть, что хотелось бы завершить, отложить в сторону и сказать, всё с этим покончено раз и навсегда, я это дочитал, или я окончательно решила для себя, что читать я это не хочу. На самом деле у меня есть моё личное мнение, и, возможно, оно недалеко от истины. Если мы накапливаем незавершённые дела, они начинают очень сильно на нас давить, потому что мы их откладываем, откладываем и откладываем, когда-нибудь я это прочитаю, когда-нибудь я это доделаю, когда-нибудь я решусь на вот это вот, и нужно их потихонечку просто вот брать себя, концентрироваться и либо доделывать, либо окончательно для себя решать, что мы этого делать не хотим, я не хочу это дочитывать, скорее всего это так и будет с Макмахон, и поэтому с чистой совестью я это убираю куда-нибудь с полки, из своего дома, из своей записной книжки, и счастливо освобождаю место для чего-то нового. Собственно, для этого всё и затевается. Большое спасибо за то, что посмотрели. Пишите в комментарии, что вы хотите прочитать до Нового года из того, что вы уже начали, отложили и почти забыли. И увидимся в следующих видео.